В эфире телеканала Бобруск 360 итоги недели. С вами Николай Силков. Здравствуйте! Все самое интересное за последние 7 дней глазами наших корреспондентов. И вот о чем расскажем сегодня. От перспективных идей на бумаге до реальных прототипов. На днях в Минске подвели итоги республиканского конкурса «100 идей для Беларуси». Развиваем деловое сотрудничество. Делегация торгово-промышленной палаты Нарафа Минска посетила Бобруск. Кто же убийца? Настоящая детективная история развернулась на сцене Бобрусского театра. Коронавирус – угроза мировой экономики. Когда закончится пандемия? В ногу со временем. Беларусь заявила о льготах для владельцев электрокаров. Указ подписал президент. Устанавливая деловые контакты. Накануне делегация торгово-промышленной палаты Нарафа Минска посетила крупнейшее предприятие города, чтобы лично ознакомиться с его производственным и деловым потенциалом. В ходе встречи звучали самые разнообразные и весьма интересные идеи – от экономического взаимодействия до проведения товарищеских матчей по хоккею и организации телемоста между побратимами. Ни для кого не секрет, Бобруск не только гостеприимный, открытый город, но и один из крупнейших игроков на экономическом пространстве страны. О чем ярко говорят цифры. У районного центра 8 городов-обратимов. Вот, например, делегация торгово-промышленной палаты Нарафа Минска накануне ознакомилась с производственным и деловым потенциалом местных предприятий. И тут, как нельзя кстати, подойдет народная мудрость. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Мы давно общаемся с Ассоциацией промышленников-предпринимателей города Бобруска и в рамках побратимских отношений вот сейчас устанавливаем деловые контакты с бизнесом. Очень нам приятно, что Ассоциация нас не забывает, приглашает. Первой остановкой в бизнес-карте визита стал красный пищевик. Для гостей была организована в прямом смысле сладкая экскурсия, во время которой наши друзья лично смогли ознакомиться с процессом производства знаменитого бобрусского зефира. И, конечно, попробовать на вкус продукцию. Не могли не показать партнерам и молодой логистический центр настоящую гордость предприятия. В общем, увиденное превзошло все ожидания. Очень интересно, на самом деле. Первый раз вообще на кондитерской фабрике в своей жизни. Ну, как бы, если брать из кондитерских фабрик. А вот, а так вообще, конечно, впечатляет. Точно здорово, мне очень понравилось. Такое предприятие с такой историей и большой, да. И что, мне кажется, что это за честь побывать здесь. Если на красном пищевике с продукцией знакомились, то уже на фондоке партнеры сели за стол переговоров. Подтверждением тому, что визит делегации очень важен для Бобруска, стало присутствие на встрече председателя горисполкома Александра Студнева. Идеи звучали самые разнообразные, весьма интересные. От экономического взаимодействия до проведения товарищеских матчей по хоккею и организации телемоста между побратимами. Здесь на месте можно принять очень быстрое решение, правильное. Ты оцениваешь возможность партнеров, их экономический потенциал. Я думаю, всем было очень полезно сегодняшняя эта встреча. По окончании встречи партнеры обсудили векторы развития и пути сотрудничества, которых у побратимов, безусловно, огромное количество. Максим Кембель, Андрей Богдан. Итоги недели. В столице состоялся финал республиканского конкурса «100 идей для Беларуси». Это молодежный проект общественного объединения БРСМ. На выставке презентации своей разработки представили более 100 молодых ребят со всей страны. В честь Могилевского края успешно защитил бобручанин Павел Шевцов. Подробности далее. От перспективных идей на бумаге до реальных прототипов. На днях в Минске подвели итоги республиканского конкурса «100 идей для Беларуси». В столицу съехались молодые ребята со всех регионов, чтобы доказать – их проект лучший. Этот конкурс не только презентация стартапов, но и обмен опытом. Честь представить Могилевскую область выпала бобручанину. Изобретение, считает молодой человек, рассчитано на детей. Чтобы самые маленькие могли с интересом познавать окружающий мир и в игровой форме изучать основы безопасности. Тренажер будет дорабатываться и, в конце концов, надеемся, он пусть в серийное производство. Вообще, мы хотим запустить целую серию подобных тренажеров, чтобы отдельные темы на этих самых уроках можно было наглядно рассмотреть. Это пока что самый первый и самый простой экспонат, который мы сделали. Принцип тренажера прост. Одна из шести секций подсвечивается красным, символизируя пожар. Ребенок должен выбрать правильный способ его ликвидации. За каждый верный ответ насчитывается один балл. К слову, гранд-финалу предшествовало несколько отборочных туров. Для 17-летнего Павла путь к победе был нелегким. Но на выручку молодому изобретателю всегда с радостью приходили педагоги Центра дополнительного образования. Около полугода от идеи до финального результата велась разработка и модернизация проекта. Была необходимость в том, чтобы его дорабатывать, дорабатывать его надежность, дорабатывать, чтобы он мог лучше выполнять свою задачу. Соответственно, мы перебирали электронную часть, мы сделали ее более надежной, мы сделали более надежной само программное обеспечение, обновили. И, соответственно, теперь экспонат лучше. Юный спасатель – не единственная перспективная разработка. На городском этапе молодые люди из разных учреждений образования Бобруйска представили 8 проектов. По итоговым оценкам жюри, отстаивать честь города на Березине в Могилеве отправили не только изобретение Павла. Большие надежды подавал пресс для переработки вторсырья в отопительные брикеты. Авторами разработки стали мастера производственного обучения строительного колледжа Сергей Семенков и Вячеслав Наумкин. Всего в девятом сезоне конкурса приняли участие более 500 школьников и студентов, а также молодые ученые в возрасте до 35 лет. Огромное количество областей было захвачено в этом году. Охвачено в этом году. Это была и экология, и социальная сфера, и здравоохранение. Очень много талантливой молодежи и очень достойные были соперники, достойная борьба. Но, несмотря ни на что, наш Павел был лучшим. Компетентное жюри определило 20 победителей в 10 номинациях по двум возрастным группам. Разработка Павла стала лучшей в категории «Национальная безопасность, обороноспособность и защита от чрезвычайных ситуаций». Авторы наиболее перспективных проектов получат гранты на создание бизнес-планов и возможность принять участие в главном республиканском конкурсе инновационных проектов. Анастасия Шевцова, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. Какие минимальные пороги баллов будут на ЦТ в 2020 году? За чей счет пациенты стационара больниц получат лекарства и где можно узнать о качестве товаров и услуг? Сейчас коротко о главном за неделю. Министерство образования Беларуси официально опубликовало минимальные баллы для ЦТ в 2020 году. А для второго профильного – от 15. Для точных наук, математики, физики и биологии. Для первого профильного предмета – от 20. Для второго – от 10. При этом минимальным проходным баллом для поступающих в ВУЗы, находящиеся в подчинении у Минобороны, МЧС и Госпогранкомитета, будут считаться отметки ниже 7. Пациентов дневных стационаров планируют обеспечивать лекарствами за счет бюджета. Соответствующий законопроект готовится к первому чтению на весенние сессии в парламенте. Все, кто будет проходить лечение в отделениях дневного пребывания, бесплатно получат и препараты, и изделия медицинского назначения, и биомедицинские клеточные технологии за счет средств республиканского или местного бюджетов. Сейчас пациенты дневных стационаров покупают лекарства за собственные деньги. Среди других новшеств – расширение списка учреждений, где можно будет пройти профессиональный медосмотр. Онлайн-ресурс о качестве товаров и услуг создан в Беларуси – качество Бел. Госорганы в своей работе накапливают большое количество специализированных информационных ресурсов – реестров, регистров, каталогов. Но они направлены на решение профильных задач, и покупателям не всегда понятны. Чтобы приблизить к потребителю эти данные, включающие, кстати, информацию и об опасной продукции, но в простом формате, и был создан новый ресурс. Информационный портал формируется Белорусским государственным институтом стандартизации и сертификации. В течение года он будет дополняться. Волнение, радость, новые возможности, игру с ответственностью. В преддверии Дня Конституции самые выдающиеся молодые бобручане в праздничной обстановке получили свои первые паспорта. Максим Кембель о знаменательном дне в жизни молодежи. Вручение первых паспортов в преддверии Дня Конституции уже стало доброй традицией. В стенах художественной галереи собралась самая амбициозная и талантливая молодежь Бобруйска. Документ гражданина и главный закон 20 выдающихся ребят получили из рук главы города. Самое главное во всем, это чтобы они сохраняли чувство патриотизма, помнили свою культуру и историю, и гордились ей. Хочу пожелать в первую очередь, чтобы они своими достижениями прославляли наш город, своими успехами прославляли нашу страну. И, конечно же, чтобы их имена звучали не только в нашем городе, в нашей стране, но и за пределами. Акция «Мы граждане Беларуси» проходит уже в 16-й раз. В ее рамках каждый год участвует лучшая молодежь страны. Учащимся вручают их первые паспорта и основной закон государства – Конституцию. Паспорт – главный документ гражданина. Его получение в торжественной обстановке надолго останется в памяти. Ты ощущаешь себя каким-то особенным, как будто бы ты не как все, ты пришел и получил паспорт не от твоего паспортиста, а от человека, который уже какой-то значимый человек в городе. Теперь я уже стал настоящим гражданином Республики Беларусь, появилась ответственность к этому документу. Это очень волнительно, это ответственность очень большая за этот паспорт, за себя, за все. Конечно, в стороне такого полезного мероприятия не остаются и администрации города. Например, первомайцы также поздравили своих молодых граждан. Сегодня они еще на один шаг приблизились к взрослой жизни. Сегодня они четко ощутили то, что за ними будущее. Они сделают все от них зависящее, чтобы наша Республика Беларусь в целом и, конечно же, город Бобруйск развивался и процветал. Теперь помимо прав, возможностей и обязанностей на молодежь уложится груз ответственности за свои поступки, поведение и дела. Ведь именно от подрастающего поколения зависит будущее Беларуси. Я очень горжусь, что мне такие уважаемые люди вручили мой первый документ, паспорт. Такие мероприятия – это очень сильная мотивация дальше двигаться, добиваться успеха. Я очень благодарна за такое мероприятие, что меня пригласили. Я благодарен за то, что меня пригласили на этот праздник. Он для меня много значит, так как я получил свой первый документ, который подтверждает мою личность. Максим Кембель, Анастасия Шевцова, Максим Галенка, Андрей Богдан. Итоги недели. В Бобруйске полным ходом продолжается реконструкция детской больницы. После капитального ремонта здравница превратится в современное медицинское учреждение с новым оборудованием. Уютными комнатами, которые будут способствовать скорейшему выздоровлению маленьких пациентов. Самая важная стройка Бобруйска продолжается. Если вы еще не догадались, то мы говорим о реконструкции детской больницы. На объекте трудятся лучшие специалисты, более 200 человек. Ведь она имеет значение областного масштаба. Но начнем наш сюжет с сюрприза, который будет поджидать маленьких пациентов. Учащиеся колледжа имени Ларина разрабатывают эскизы будущих произведений искусства, которые украсят стены лечебницы. Мы работаем в направлении изображения белорусских праздников, отражая белорусскую культуру. А также выполняем эскизы в современной подаче, современное видение на сегодняшний день, чтобы дети, наши современные маленькие пациенты, получали положительные эмоции, какой-то заряд от тех элементов росписи, которые потом будут выполнены уже на объекте. В художественном проекте задействованы 25 человек, которые трудятся в самых разных направлениях. В нашей съемочной группе, прямо скажем, повезло побывать в творческом цеху колледжа, где и рождаются будущие произведения искусств. Костя команда, конечно, состоит из выпускников и преподавателей учреждения. Например, Ольга Скрипунова главным в своей работе считает передать уют и теплоту дома. Оля уверена, положительные эмоции от рисунков помогут ребятам выздоравливать как можно быстрее. Можно разрисовать стены в виде героев их любых мультфильмов, получается, чтобы дети как бы чувствовали что-то знакомое, общее, ну, что похоже на их дом, семью там. А вот ее коллега по художественному цеху Анна Дмитриева для будущих рисунков выбрала акварельную технику. Чтобы соединить яркие и нежные цвета. Аня говорит, что благодаря выбранному направлению картины получатся разными и запоминающимися. Я решила попытаться все совместить здесь. То, что больше кидается в глаза, то есть там лицо, например, и детали яркими, а фон и все остальное я сделала более нежно, чтобы не привлекать сильно внимание. Я брала акцент все-таки больше на современную подачу для детей. И не могли мы, конечно, не заехать на главную стройку, чтобы лично ознакомиться, как сегодня обстоят дела. Своебразным экскурсоводом выступил Владимир Прудников, начальник участка МДСК. Уже завершается установка лифтов в лечебном корпусе. Ведутся работы по утеплению фасада. Что касаемо поликлиники, то строители продолжают заливку пола и кладку стен. Перекрываем поликлинику, второй этаж новыми плитами. Ведем отделочные работы внутри основного корпуса больницы. Это укладка плитки на полы, на стены, на блесоках. Малярная работа, шпаклевка, подвесные потолки. В целом, конечно, невооруженным взглядом можно заметить, как больница переживает второе рождение. Но самое главное, как заверили нас строители, работы ведутся с опережением графика. Закончить реконструкцию планируют ко дню города. И это очень символично, ведь Бобруйск получит такой нужный, значимый и благодаря талантливым художникам красивый подарок. Ну а мы еще раз напомним, после капитального ремонта детская здравница превратится в современное медицинское учреждение с новым оборудованием по домашним и теплыми комнатами, которые будут способствовать скорейшему выздоровлению маленьких пациентов. Максим Кембель, Андрей Богдан. Итоги недели. Чем грозит обвал цен на нефть, когда отступит коронавирус и что помогло вылечить ВИЧ? Подробности в мировом дайджесте. Всемирная организация здравоохранения определила COVID-19 как пандемию. Многие страны принимают меры по недопущению завоза и распространения нового коронавируса. В США и во Франции закрываются Диснейленды. Общенациональный карантин объявлен в Бельгии. Некоторые страны прекращают авиасообщения с Европой, в частности, с Италией. Коронавирусом заболел президент Бразилии, а также его обнаружили у жены премьер-министра Канады. В изоляции оказались норвежские король с королевой. Однако, по заявлению китайских медиков, пандемия может закончиться к июню, но при условии, что страны предпримут необходимые шаги для борьбы и будут соблюдать рекомендации ВОЗ. В начале этой недели рекордный обвал цен на нефть спровоцировал панику на финансовых рынках. Это, по мнению представителей Международного энергетического агентства, отрицательно скажется на стремлении стран к переходу на более чистую энергию. Ценовая война на нефтяном рынке может ударить по спросу на электромобили и снизить меры поддержки возобновляемых источников энергии, считают аналитики. Напомним, цены на нефть обрушились 9 марта. Это рекорд со времен войны в Персидском заливе 1991 года. Этим летом Арабские Эмираты отправят зонд «Надежда» на Марс с целью изучения изменений климата. Ученые считают, что эти знания важны для понимания общей картины климатических процессов как во Вселенной, так и на Земле. Миссия «Надежда» в течение года будет собирать данные на Красной планете. Поскольку, по прогнозам, в течение десятилетия туда отправятся люди, благодаря миссии ученые будут лучше понимать, с чем колонистам придется столкнуться. Второй человек в мире полностью вылечился от ВИЧ. Это 40-летний житель Лондона Адам Кастельехо. Врачи отмечают, что выздороветь пациенту помогли не лекарства от инфекции, а лечения от онкологии стволовыми клетками. У мужчины была диагностирована лимфома Ходжкина. Однако подобное лечение используется только в качестве крайней меры для пациентов с иммунодефицитом, которые имеют опасные для жизни злокачественные новообразования. По словам специалиста, такой способ не станет лечением для миллионов людей, живущих с ВИЧ. Однако современные лекарства от инфекции очень эффективны, а это значит, что люди с вирусом могут прожить долгую и здоровую жизнь. Премьера спектакля «Восемь любящих женщин» состоялась в Бобрусском театре драмы и комедии. На сцене разыгралась настоящая детективная история с пикантными подробностями и неожиданным финалом. Настоящие эмоции и блестящая игра актеров в сюжете Марии Бушкевич. Занесенная снегом французская глубинка. В поместье собирается семья для встречи Рождества. Но праздник омрачает страшное известие. Единственный мужчина в этом доме, глава семьи, найден убитым в своей комнате. Восемь женщин начинают расследование, в процессе которого откроется множество тайн. В любом театре существует такая проблема. Все хотят играть, все хотят играть большие роли, значимые роли. Спектакли, пьесы с подобным количеством главных ролей, а в этом спектакле практически все центральные роли, даже не практически, а все. Никого нельзя убрать, чтобы без него как-то продолжить и хорошо сыграть дальше. Невозможно. Все незаменяемые. Поэтому вот восемь актрис я решил занять сразу. Расследует загадочное убийство. Вот задача каждой из героинь, ведь все они под подозрением. В процессе этого нелегкого дела откроется множество семейных историй, которые были под семью замками. Восемь любящих женщин – пьеса не только о любви. В ней переплетаются судьбы и характеры. А главная изюминка спектакля – яркие и запоминающиеся образы героинь. У меня роль Агюстины – это сестра хозяйки этого дома, Габи. Она старая дева. Она, на мой взгляд, прям занутая на всю голову, потому что ее просто терпит в этом доме, она посмешище. Добрая она, хитрая, наивная. В общем, там такой клубок эмоций и всего в ней. Вот, что получится, зритель увидит. Доверие к режиссеру, особенно когда работаешь в новые роли, это настолько важно, потому что, естественно, у нас же работа вся такая эмоциональная, стрессовая. И если где-то находишься, не находишь у себя какого-то отклика такого, и с ролью, и с пьесой, и с режиссером, и с партнерами, это очень важно. Интригующий сюжет и блестящая игра актеров. Большинству зрителей история пришлась по вкусу. Премьерный спектакль всегда праздник для театра. Тот момент, когда актеры могут выдохнуть с облегчением и получить восторженные аплодисменты. Мария Бушкевич, Владимир Гребеневич. Итоги недели. На этом мы заканчиваем наш выпуск. С вами был Николай Силков. Увидимся в следующее воскресенье ровно в 20.30. До встречи и хорошей рабочей недели. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова